17 сентября, в воскресенье, солнце переходит в знак Девы. Наше эго получает направление на социальную помощь, решение текущих рутинных накопившихся дел, возможность разобраться с долгами, следите за здоровьем и вовремя восстанавливайте силы. Эмоционально ослабленный день, неблагоприятный для больших начинаний, благоприятный для стрижки, косметических процедур, посадок, ремонта техники или автомобиля. И это воскресенье, день солнца, хорошо заниматься внутренним самопознанием, благоприятно заниматься практиками по работе с родом, посещать храмы и священные места. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца. Это ответственность за себя и окружающих, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение к себе и другим, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. Дизайн человека дает такой посыл. Высокая чувствительность, из-за отсутствия внутреннего равновесия возникают конфликты. Раз за разом отслеживайте и возвращайтесь к себе. Сохранять невозмутимость, когда вам бросают вызов в присутствии других. Личные неудачи побуждают помогать другим и учиться принимать помощь. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. Пророчество. Способность знать, когда грядут перемены и подготовиться к ним. Способность приносить идеи другим. У Эйнштейна была эта линия в инкарнационном кресте. Это одно из самых важных проявлений. Линия пророка. Способность разбудить закостеневшего. Это глаз вопиющего в пустыне. Будучи воротами артикуляции, они способны изменять других людей. И через мутацию других действительно быть пророком для целого. 11 – это великие ворота учителя. Например, у Эйнштейна были 11.4. Осознавать, что у вас много талантов, но их необходимо применять. Не теряйте рассудок. Наслаждайтесь каждым мигом. Цените таланты, которые могут помочь другим. Действуйте методами, которым привычна ваша душа. Ваш уникальный образ действий будет вознагражден тогда, когда это будет необходимо. Когда вы восприимчивы, вы способны усвоить любой опыт, который предлагает вам жизнь. Быть на высоте в трудных обстоятельствах. Стоит приостановиться, как вы обретаете и терпение, и силу духа. Или же чувствуете, что вас просто вынуждают реагировать. Вы способны совладать со своими чувствами и пережить неудачи, не принимая их близко к сердцу. Вы можете спасти мир, подчеркивая недостатки других, но важно делать это грамотно. Луна в Накшатре Читра. Любовно-страстный день. Читра управляется Марсом, и это не даст нам заскучать. Возможно, игра на нервах. Согласно ведической астрологии, в этот день игры полов в разгаре. Если такая сфера жизни ушла у вас на второй план, то можно заняться профилактикой здоровья. Хороший день для того, чтобы покупать или продавать машину, дом, недвижимость. День движения. Это не тот день, когда позволительно лениться. Важно что-то чинить, заниматься спортом, сексом или сходить на йогу для ленивых. Вы получите особо творческий заряд. Хороший день для скульпторов и архитекторов, потому что покровитель созвездия Вишвакарман, архитектор вселенной. Он создал сударшана, чакру для Вишну, воздушную колесницу для Куберы, трезубец для Шивы, копье в шакти для Картикеи. Определенные артефакты, оружие или средства передвижения. Поэтому это может как-то проиграться в вашей жизни. Вы можете наполнить энергией, умонастроение, какой-то предмет или место. День, когда хочется экстрима, жизни, активного отдыха, острой еды. Покажите свою сильную сторону. Проявите силу воли действовать активно и перспективно. Будьте осторожны в высказываниях и не обращайте внимания на критику в ваш адрес. Помните, когда вас критикуют, человек забирает на себя часть вашей негативной кармы. Будьте ему за это благодарны. Следите за состоянием тела. И делайте то, что требует проявления харизмы, элегантности и очарования. И настрой на день. Я расстаюсь с печалью о прерванных отношениях. Я больше не ищу идеального мужчину или идеальную женщину. Я законченное, совершенное существо и не нуждаюсь ни в чем и ни в ком для совершенства. Я умею любить и знаю, что заслуживаю любви других. Я дарю и принимаю любовь без всяких оговорок. Я люблю и я любима. Я люблю и я любим. Любить вкусно. Любить безопасно. Любить здорово. Я подчиняюсь естественному ходу жизни. Я вверяю себя судьбе. Исследую потребности быть самим собой. Я желаю вам находиться в состоянии легкости, радости, чувствования энергии внутри себя. Направление ее на создание, а не на разрушение того, что вам дорого. Не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал, написать теплый комментарий для того, чтобы зарядиться этой энергией на предстоящий день.